Итак, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла решение уйти в отставку. Интернет-пространство взорвалось от мемов и видео, обращенных уже к экс-губернатору. После пожеланий Ждановой населению, люди тоже решили дать ей свои напутствия. Обращения к жителям Забайкальского края разобрали на цитаты, особенно выделили фразу «Простите меня, и я прощаю всех, кому должна». Все новые и новые красочные картинки можно наблюдать во всех социальных сетях. У Натальи Николаевны даже появился свой хэштег, который звучит так «Наташа, не уходи», по которому можно найти так называемое народное творчество. Уважаемые забайкальцы, хочу проинформировать вас о том, что приняла решение покинуть свой пост. Съемочная группа ЗАП-ТВ узнала у жителей Читы, грустно ли им провожать губернатора. Ведь отношения людей, как ни крути, самая объективная оценка работы главы региона. По ее поступкам, я не знаю, в принципе, я ничего не запомнила такого выдающегося, чтобы она что-то сделала. Как были дороги плохие, так они и остались, правильно? Как была пенсия маленькая, так она и осталась. Ну, плохого ничего не могу вспомнить, только положительные были какие-то моменты. Все равно потому, что она стала губернатором, ее избрали, то есть народ, получается, ей относительно доверял. Я думаю, Наталья Николаевна очень старалась для того, чтобы сделать Забайкальский край более обеспеченным, более благополучным. Ну, это ее решение, его тоже нужно уважать. Хорошего ничего, да и плохого ничего. Ничего хорошего, ничего плохого. Ну, как вообще считаете, это все-таки минус, что жители Забайкальского края ничего ни хорошего, ни плохого не могут вспомнить о губернаторе? Конечно, минус. Конечно, минус. У нас и так город пропадает, люди уезжают. И никаких, как бы сказать, причин для того, чтобы остаться нету. Нету. Работы нет. Условия плохие, где бы ни было. В общем, ничего хорошего. Ну, то, что возглавлял регион женщина, это большой плюс. А второе, то, что смена власти, ну, не женское это дело руководить большим регионом. Все-таки должен быть, во-первых, экономист, крупный какой-то менеджер, чтобы разбирался в экономических вопросах. Ну, она старалась. Но ей оставили такое наследство, что было трудно с ним справиться. Поэтому я думаю, что она старалась. А ничего. Что она была, что ее нет. Как бы ни разнились мнения, все забайкальцы согласны с тем, что проститься с ними нужно было непосредством видеообращения. Впрочем, из простых жителей региона вживую губернатора с самого первого дня ее правления почти никто и не видел. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.